Тромка, друзья! Подписчики моего телеграм-канала или вконтакте в паблике знают о том, что недавно я обновил компьютер и, соответственно, теперь мне стали доступны новые фишки, вроде записи видео в формате 2К. Надеюсь, вам это нововведение понравится, если что, я все еще экспериментирую с записью и с форматами, в плане качества видео и так далее, поэтому, если вам что-то не нравится, не серчайте и просто пишите в комментариях, хорошо или плохо. Но, в целом, давайте приступим к комментарию непосредственно матча. Сверху справа стартует Мун, абсолютная легенда третьего Варкрафта, один из самых успешных игроков в истории, самый успешный с точки зрения количества выигранных призовых денег, у него порядка то ли 600, то ли 700 тысяч долларов, выиграно огромная сумма денег. За свою многолетнюю карьеру он, безусловно, стал воплощением своей расы и настолько сильно он выделяется на фоне многих игроков, что его даже назвали пятой расой в свое время. Его оппонент Дед Майкл, в свое время он был Люцифером, но он поменял свой никнейм пару лет назад, очень олдскульный игрок-занежить из Южной Кореи, который долго уже не показывал никаких результатов, но за последние полгода решил тряхнуть стариной и показать, что он еще ого-го и с ним стоит считаться. И, собственно, именно поэтому на последнем WGL чемпионате мира он смог пройти в плей-офф, во-первых, в топ-8 турнира, потом сенсационно победить 120-го сильнейшего андета Азии и пройти в полуфинал чемпионата мира. Поэтому, как бы, он показал, что он все еще тот самый могущественный Люцифер, что он все так же тот же самый могущественный, что он не тень Люцифера, точнее, да, скажем так, что он, когда стал Майкл, он не стал тенью Боуа увеличил, он все еще так же хорош. Вот, как-то так. Матч однозначно будет интересен, матчи с Муном, в принципе, почти все интересные, поэтому, надеюсь, вам понравится, можете поставить лайк, написать комментарий, это помогает продвигать третий Варкрафт, дамы и господа. Так что, приятного просмотра. Мун начинает с Хранителя Рощи, карта Last Refuge, и, собственно, здесь можно очень по-разному играть, но тут уже не Demon Hunter играется, как мы видим, то есть, Венец Богородства первым артефактом, очень даже неплохо. Тут же Рыцарь Смерти через два Зиккурата, и при этом продал свиток телепорта и покупает жертвенный череп. Майкл стал макро-андедом после того, как андедов апнули по всем параметрам в этом плане, то есть, у них и шахты быстрее строятся, и, собственно, Жук появился, и натренировались из-за этого андеды в макро, в плане в быстром экспанте и так далее. Но, к сожалению или к счастью, Жук против эльфов тупо не работает, потому что свитлички контрят его под корень, выжигают ману, убивают его с амонов, и в итоге не может воспользоваться Жук своим преимуществом. Поэтому все продолжает играть Рыцарь Смерти против эльфов, но уже немного по-другому. Как видите, купили два жертвенных черепа, чтобы, если один раз рассеет проклятую землю, можно было использовать еще раз. Кольцо выпало, в принципе, неплохо, как один артефакт, но нужно попытаться закрепить эту точку. Там есть два виспа специально для того, чтобы можно было рассеять проклятую землю, успеет ли подойти виск до строительства Зиккурата. Успел, но при этом, как мы видим, все-таки может Акалит поставить Зиккурат, но Акалит не успел это делать, в итоге убегает, Рыцарь Смерти пытается закрепить Тролля для того, чтобы взять второй уровень. Это просто даст ему ауру, все, есть аура, и это хорошо, но Огрмак все еще жив, и, соответственно, теперь нужно думать о том, что тут делать. Удивительно, но Акалит выжил. В общем, да, успеет? Успел, не дал опыт. Хранитель Рощи красиво все делает. Мун в это время нажал Т2, Андет тоже нажал Т2, когда понял, что вряд ли он тут поставит базу в ближайшее время. Опять пришел рассеивать проклятую землю, прям в центр подходит идеальное рассеивание всей проклятой земли, соответственно, жертвенных черепов больше не осталось, Зиккурат новый не поставить. Но Андет не будет стараться, у него шестого Акалита нет. Просто Мун-то об этом не знает, он думает, может, там шестой Акалит идет уже, и нужно как бы защититься на всякий случай. Перчатки скорости хорошо подойдут для Лича в дальнейшем, под Аурой есть вероятность окружения Кипера, хотя, конечно, козлик эльфийский очень быстрый, и ты хрен его остановишь. Поэтому, да, он все-таки тут убегает, и параллельно идет Криппинг, закрипили Троллей, второй уровень есть у Хранителя Рощи. Зелье Восстановление позволяет сэкономить ману в колодцах, скоро будет Т2, ставится Древо Жизни и будет ставиться дополнительная база. Экспанс Т2, очень похоже на то, что это могут быть какие-то то ли Дриады, то ли еще что-то, хотя при этом Дом Охотников не ставятся, поэтому это, судя по всему, не Дриады. Продолжает делать, делаться Лучницы, неужели это Мастер 1 Армия, очень похоже на это, ну, по крайней мере, 6 Лучниц, слушай, неужели это билд в МАЗ Воздух? Да, судя по всему, так и есть, потому что 6 Лучниц так и играются, да, 6 Лучниц, Древо Ветров, 6 Гиппогрифов, а потом Дракончики, Ферри Дрэгоны, так называемые. И, соответственно, в древние времена, ну как древние, в двухгодичной давности, так постоянно играли эльфы против андедов, но потом андеды научились это контрить с помощью ледяной брони, алхимика понерфили, кипера понерфили, все занерфили, поэтому эта стратегия перестала быть играбельной и о ней забыли. Но, может быть, Мун решил ее вспомнить, посмотрим. Вообще, обычно, если он играет дракончиков, то через Охотницу, но, видимо, карта не та. Пришли невидимыми стали специально, можно атаковать юнитов тут, порошка нет, третий уровень у рыцаря смерти, подошел Акалит ставить шахту, проклятой земли нет для того, чтобы поставить Зекурат, но Вис все спалил. Скелетиков пытаются убить для урона. Пятая раса, прикинь? Он знал, он знал и специально ушел в невидимость, ой, как красиво это было. Ну, прочитал, прочитал, куда Кою будет лететь. Казалось бы, мелочь, но в суматохе боя, да, таких мелочей очень тяжело додумываться. Да, действительно, это древо ветров. Делается благословение природы для того, чтобы древо жизни быстрее дошло до золотой шахты. Так как Висп заметил строительство базы, подбегает хранителя рощи для того, чтобы пытаться отменить шахту, благо у него не вторые энты, у него только первые энты, поэтому с этим есть проблемы. Вышел Демон Хантер, сейчас это самая модная и самая популярная комбинация, хранитель рощи плюс Демон Хантер, синергия героев. Предельно понятно, то есть Демон Хантер под мидгейм и элит, выжигает ману, наносит много урона, танкует. Кипер под early game и захват преимущества на ранних этапах, это уже реализовывается, потому что изначально он не дал поставить базу, потом поставил свою базу и опять отменяет базу. Это все последствия того, что был взят именно Кипер первым героем. Опять забирает Акалита, опять не позволяет поставить проклятую шахту и в очередной раз задерживается строительство базы нежити. То есть планы Майкла уже идут не по плану, как бы это странно не звучало. Лич вышел вторым героем и можно передать перчатки скорости, он это и сделал. Койл нова теперь в наличии и нужно пытаться разрядить как можно больше маны для того, чтобы Демон Хантер не выжигал эту самую ману. Но пока что он всего лишь первого уровня, в сжигании сжигает только 50 маны, это не так уже много, но тем не менее желательно как можно активнее пользоваться этими способностями. Ставить Зюкурат, нужно поставить еще шахту, однозначно он будет это делать. Да, ставит шахту, теперь видимо Кипер будет стараться отменить все это дело. Опять же только первые энты, но с высокой вероятностью удастся, потому что шахта только начала строиться, у нее нет хп и в очередной раз шахта отменяется. Как же неприятно, конечно. Возможно после новой можно было окружить Кипера и заставить его поражать телепорт, чтобы хоть как-то компенсировать это вот свое отставание из-за отмененных шахт, но тем не менее. Село уже Древо Жизни, плетение рудника ведется, горгулья подлетают для Хараса. Горгулья скорее разведывательная, такой знаете, паук на крыльях ночи, но там уже да, два Древо Бетров, штампуются мозги по грифу. Можно легко будет если что съесть горгулью. Ну и в принципе как бы модный билд в наше время, в былое время, то есть был, потому что на этой карте воздух особенно приятный, потому что много воды, куда можно улететь, много леса, куда можно избежать и так далее. Решил покрипиться, отвел мурлоков поближе к сюда, чтобы не тут крипиться, а тут крипиться, чтобы если ворах подошел здесь, ты быстрее смог бы среагировать. Опять вызываются энты, и неужели в очередной раз будет отменена шахта? Как же мундель здесь, конечно, разводит Майкла, шахта отменяется. Нужно делать пауков сеткой уже, что остается, или больше горгульей, что тоже не особый вариант. Т2 правда есть, Т3 не будет, соответственно сферы не будет в ближайшее время. Гипоучницы сзади подлетают и планируют уносить еще больше урона. Ну, посмотрим как будет оно дальше. Делается дом охотников, видимо планируют делать апгрейды, или может быть древо ветров, древо мудрости точнее поставят. Но шахта до сих пор не работает, уже десятая минута матча пошла, а шахта до сих пор не стоит, дополнительная, конечно жесть. А там уже золото добывается, черт знает сколько времени. Ну, собственно, минуту добывается шахта уже. Как бы это древо жизни построилось, подошло, минута еще оплетения рутника одлилась. Так что кошмар, просто кошмар. Ну, Муна, собственно, сейчас 50 лимита, он больше армии делать пока что не будет. Пытается окружить вражеских героев, Демонхантера действительно можно окружить. На самом деле здесь Мун как-то заигрался с Харасом, плохой микроконтроль только что был от корейского андеда. В очередной раз отменена шахта. Демонхантер вообще не качается. Ну, как бы, в целом это все нормально абсолютно, но, а кто бы с ним будет качаться? Просто танкования нет, нет медведей с самовложением, поэтому с этим есть небольшие проблемы. Андед же, с другой стороны, заказывает больше горгулей для того, чтобы иметь возможность атаковать гипоучениц. В принципе, идея сама по себе это годная, однозначно. Видим, хочет тут энтов вызвать на дистанции, типа отсюда, отсюда вызвать энтов и иметь возможность атаковать шахту. Сможет ли он тут поставить базу? Уже скоро узнаем. Ну, в принципе, гипоученицы по горгулям могут много урона наносить, пока горгулей не особо много. Они не успеют нанести достаточно большое количество урона для того, чтобы прогнать отсюда оппонента. И тут ставится магазин Т3. И дракончики не делаются, но, возможно, просто копятся ресурсы. Дерева у Муна вообще нет, ему в идеале бы пойти покрипить в лаборатории и купить крошера. Потому что с деревом у него абсолютная катастрофа. Еще проблема в том, что когда или если он купит крошера, у него уже будет желтый лимит, и пора будет уже переходить в следующий лимит. Но, учитывая, что он делает Т3, то билд какой-то необычный. Это уже не дракончики, дракончикам не нужно Т3. Он бы скорее делал апгрейды, хотя нет. Подожди, он делает улучшение на дракончиков, но при этом еще гипогрифом, когда они в боевой форме, без лучниц. То есть, грубо говоря, он думает, что там будут масс горгульи, и он таким образом сможет нанести урон. Да, переходит в желтый лимит, и идет до заказа гипогрифов. В древо войны он не заказывает, собственно, дополнительных лучниц. Так вот, билд, на самом деле, лично я такой давненько не видел. То есть, именно в таком порядке, кипер, демонхантер, 6 гипоучниц, без дракончиков, Т3, с выходом в масс гипогрифы, как адаптация к горгулиям. То есть, все, что делает сейчас Мун, это, ну, достаточно необычная адаптация к тому, что делает оппонент. С другой стороны, там могут быть и не совсем горгульи, то есть, в действительности ведь могут быть пауки, но пока что нет. Пока что он действительно горгульи, делается улучшение на атаку горгульям. Личабу прокачать, у него две перчатки скорости, детский расстрел тупо. Демонхантер приближается к третьему уровню, есть сфера яда, нужно закрепить красную точку, сможет ли анде тут как-то помешать закрепить огроорда. Залетает Койлнова в кипера, но, судя по всему, да, эльф вряд ли успеет, или успеет, или успеет! Успевает. Да, и при этом берет отсюда родной артефакт, скажем так, охотник на демонов, это плащ огня. В принципе, не дурно. Флейта меткости тоже сойдет для горгульи, когда они стреляют по земле, но никогда не воюют с воздухом, само собой. Больше гиппогрифов, качает броню гиппогрифом. Точку докрепил до конца, и панда третьим героем, вот такое вот решение от пятой расы. Никто так не играет, никто так не адаптируется на ходу, то есть это чисто воды креатив. Гиппогриф и ауру прокачал. Он прокачал ауру второго уровня, редчайшее проявление этой ауры. Большинство эльфов считают, что это бесполезная штука, и не качают ее, из-за чего некоторые комментаторы иногда просто недоумевают. Но на самом деле, просто так как это нестандартно, до этого просто в матче, в суматохе тяжело додуматься. Для тех, кто не понимает, что делает эта аура, она настолько редкая, что возможно даже не все знают, что она делает. Она возвращает часть урона обратно, когда их атакуют. То есть второй уровень, 20% урона в ближнем бою, юниты возвращают обратно противнику. То есть когда горгулии будут атаковать гиппогрифов, они будут получать обратно 20% урона. И при этом еще была взята панда, которая с парами и дыханием будет наносить колоссальное количество урона. И на карте еще есть крипы, где можно прокачать панду. Поэтому это шикарнейшая адаптация от пятой расы, которая демонстрирует, что это человек, который думает, а не играет какие-то заезженные стратегии. Мозговой центр ночных эльфов, как сказал бы один стример популярный по третьему варкрафту. Колодцы качают для того, чтобы они были больше. Ну и, соответственно, нужно пойти дальше крипиться, поднять демонхантеру третий уровень. Панде дать желательно вообще глобально третий уровень свиток исцеления. Ну и надо пойти закрипить красную точку. Но, видимо, побоялся крипджека, хочет взять какие-то артефакты из магазина. Купил еще один свиток исцеления. Ну и, возможно, идет в атаку. Гиппоучниц не так уже много, вообще урона по героям не так уже много. Но поглядим, как оно будет. 64 лимита на 74, муна больше. Также... Багулина сработала. А у меня командные цвета стоят. Ну, если что, сорян, так вот будет уже. Сорян, что поменяли на ходу. Но панда слева показывается, дико неприятно. А парамерадикально поменять цвета тоже не очень крутая идея. Поэтому пускай так будет. Итак, горгулии налетают, пытаются сесть. Но, опять же, там пары, то есть промахиваются горгулии. Они получают много урона из-за пассивки кипера. То есть тут горгулии чисто физически не должны выигрывать вообще. То есть это невозможно. И им действительно проигрывают. Чтобы это как-то компенсировать, андеду нужно брать... У, забрали кипера в итоге, Койла Нова. И еще панду можно забрать. Чтобы это как-то компенсировать, андеду разве что нужно брать дредлорда с аурой на вампиризм. Потому что он как раз перебивает все это дело. То есть... Иначе, ну, чтобы сделать ауру кипера бесполезной. Сможет ли собрать панду? Панда почти мертвая, но Койла Новой нет. Но за ауры просто так быстро бегает, что забирает, да. Слушай, нормально так затыкал вражеских героев. Здесь получается андед. Банка здоровья есть улича, он ее прожимает. В это время база продолжает работать. Там есть башня тухов, если что. Постепенно теряется здоровье демон хантер. Но он тут не умирает. Но был в шаге. И в итоге андед, который потерял почти все, все-таки смог в итоге отбиться. Но сможет ли он отбиться от еще одной атаки? На лимит, посмотрите, 37 на 60. Но андеду нет смысла больше играть в масс-воздух. Ему явно нужно переходить в пауков. И да, действительно, он выходит в пауков. Мун это заметил с помощью просвета. Поэтому теперь ему нужно подумать о том, что делать. Древо войны дополнительное. Ну и гипоучница, судя по всему, да. То есть он гипогрифов трансформирует в гипоучниц. Должен делать апгрейды, да. Тренировку меткости сделать, все улучшения, что есть. И в итоге он будет наносить колоссальный урон. В это время андед решил прокрепить своих героев еще дальше. Дать пятый уровень рыцарю смерти. Четвертый уровень лечу. То есть у него теперь и вторая ледяная броня. Между прочим, он не взял ритуал. Для того, чтобы восстанавливать ману со скелетик каких-то условно. Ну и посмотрим, что вы будете с черепахи. Может быть что-то полезное. Панду прокачать будет до третьего уровня. Кольцо регенерации. Ну, не знаю. Я считаю, что кольцо регенерации это нормальный предмет для андеда. Тем более в обороне. То есть это стакается с аурой рыцаря смерти. Это стакается с порченной землей. И, соответственно, как бы из этого у героя какая-то сумасшедшая абсолютно регенерация. Что позволяет ему в бою прекрасно себя чувствовать. Но, с другой стороны, например, как-то один раз я комментировал с Хавком. И мы как раз обсуждали эту тему. То есть я объяснил свою позицию. Он говорит, что в целом это пофиг. У тебя и так очень большая регенерация здоровья. И тебе дополнительная регенерация особо не нужна. Ну, это предстоит на так. Но, в целом, как бы, суть в том, что другие артефакты гораздо лучше. А это почти бесполезная штука для нежити. В такой ситуации. Демонхантер просто бегает и режет Акалитов. Выжил Акалит на одном ХП. Но там поднялись энты. Красная точка в это время крипится. Выпадает там... Что там выпадает? Когти атаки плюс 12. Кстати, для Лича топовый дроп однозначно. Лич теперь станет машиной. Будет плюс 24 к урону. У него при этом еще и две перчатки скорости. То есть, он обладает огромнейшим уроном. И при этом еще у него есть колоссальный бонус к скорости атаки. Эльф ставит дополнительную базу. Эльф заказывает дополнительных лучниц. Делает он второе улучшение на атаку гиппогрифом. Казалось бы, зачем? Есть тренировка меткости. Первое улучшение на атаку гиппоучницам. Поэтому все под контролем. Много урона. Темная охотница, видимо, в первую очередь для того, чтобы использовать немоту. Хотя, на самом деле, учитывая то, что он видел, возможно, ему панда бы или дредаорд больше помогли бы со стаей или дыханием. Или пивом для того, чтобы можно было заставлять противника промахиваться. Панда вообще в древние времена была очень популярной. Занежить. Но потом ее занерфили, и она перестала быть актуальной, скажем так. Продолжает харассить тут андеда по максимуму, скажем так. Есть свиток телепорта, если что, у кипера. Нужно разобраться с сентами. Если что, есть сфинксы, которые с этим помогают, само собой. Гиппоучницы полетели налево. Видимо, хотят побить околитов на шахте. Но там шахта постепенно заканчивается. Вот вурдалаков можно забрать. Хотя большой запас дерева, как бы, позволяет игнорировать проблему в уничтожении дерева добытчиков. Хотя, конечно же, терять юнитов, как бы то ни было, очень неприятно. Делается второе улучшение на атаку. Панда второго уровня уже. Нужно прокачать до третьего ее, прям обязательно. Потому что второе дыхание может хорошенько так помочь. Околиты умирают. Но это, в частности, еще дополнительный опыт для героев. Так мало-помало получают. По 7 опыта, что ли. По 8 опыта примерно. Ой, в сетку поймали. Не круто. И там еще второе улучшение на атаку. Но гипоучениц так много, а пауков так мало. Что в итоге больше страдают пауки, чем гипоученицы. Если была бы закопка, было бы попроще. Но, с другой стороны, там просвет из-за лаборатории есть. Поэтому особой разницы нет. Как же тут убивают пауков? Просто на халяву светок телепорт. О, и успел залететь. Блин, неприятно. И в итоге улетели и забрали много-много пауков. Так что, думаю, для андеды это была не особо приятная ситуация, скажем так. Ну и посмотрим, как оно будет дальше. Можно пойти на базу. Анда, это не в курсе о том, что там есть шахта справа. Хотя, учитывая фишку Муна с бесконечной эльфийской наглостью, мог бы ожидать. Нет времени на криппинг этой точки до конца. Хотя тут есть тролли. Ну, тролли просто зеленые. На фоне зеленой ТРВ они, типа, незаметные. Хотя, вроде как, фиолетовый это цвет невидимости. Тут всего одна проклятая башня духов. Поэтому урона не то, чтобы много. Но Акалиты пытаются спастись. Основная шахта в ближайшее время через минуту закончится. Но, с другой стороны, Мун потерял дополнительную базу. У Анда, это есть какая-никакая, но армия. Пускай и не то, чтобы ее много. Но, пауки под флейтой меткостью, конечно, могут нормально так разваливать. Колодцы уничтожают, чтобы был сопай-блок. Но эльфа база справа есть уже рабочая. И при этом он пытается уничтожить базу оппонента. Хотя, при этом, не убил. Что еще можно сказать? Не убил. Акалитов бы спасти. Для того, чтобы они продолжали добывать. Но, видимо, нужно дополнительных заказывать. Ничего не попишешь. Золота мало. Супер мало, я бы даже сказал бы. Хотя, учитывая, что заканчивается основная шахта, можно будет просто перевезти. Но, возможно, Андетт хочет просто на проклятую... Ну, дополнительную проклятую шахту поставить здесь, например. Но, каково же будет его разочарование, когда он знает, что там база. С другой стороны, он сейчас уничтожит эту базу. И эльф остается без дополнительных ресурсов. Он пытается строить шахту. Что? Чеоооо! Он забыл о том, что ночь. Обзор маленький. Он поднялся наверх и не заметил, что там есть шахта. Ооо, Майкл, Майкл, Майкл. Дед уже столько лет играет. И такую достаточно детскую ошибку совершил. Но, с другой стороны, мы все люди. Правильно? Мы все люди. И это нормально, совершать ошибки. Продолжает гипоученицы летать, убивать Акалитов. Шахта закончилась, правда. Поэтому свой последний долг Акалиты перед Нерзулом исполнили. Но теперь тут будет эта шахта страдать. Не помешало бы поставить дополнительный Зиккурат. Прокачать здесь башню духов. Иначе, действительно, будут большие проблемы. Пытается найти противника. Здесь Андетт. У него нет свитка телепорта. Поэтому его мобильность под гигантским вопросом. Тут шахту так и не отменил. Хотя, видел, что он строится. Он Сфинкса туда отправил. И, опять же, ему нужно проверить тут шахту эту. Потому что это будет достаточно печально. Если она действительно тут будет стоять до самого конца. Но, да ладно, так, 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 так. Хорошо. Заметил. Заметил базу. Есть информация. Но сейчас он должен защищать свою базу. А потом, как только он защитит, как только враг отойдет, он пойдет специально уничтожать базу оппонента. Ой, там Паука забрали. Большие потери для Андеда. Но, тем не менее, армия еще есть. Герои хороши. Главное, не потерять ключевых юнита. Вроде того же Лича. Лича вообще терять принципиально нельзя. Как же не хватает тут дополнительной башни духов, конечно. Но софта, тем не менее, добывается. На свитке телепорта уходит Мун. Но надо пойти и уничтожить эту базу. Прямо в ближайшее время. В руталаке рубят дерево. Но это дерево рубить не могут. Считаю, несправедливо. Нереалистично. Там база эта, кстати, достроилась. Но оплетение рудника будет только через минуту. Но он точно в курсе об этой базе. Просто, видимо, нет у него времени для того, чтобы ее уничтожать. Хотя, конечно, очень стоило бы. Опять же, призывает Сенты и просто отправляет сюда бить тупо Акалитов. Заберут хотя бы одного Акалита. Это полностью того стоило. Все-таки ты просто ману тратишь. А враг золота, которого у него почти нет. Дополнительные Акалиты выходят. Тут смотрит, есть ли база. Видит, что нет. Демонхантер с Кипера спускается вниз. Панда уже четвертого уровня. Она капец раскачалась. Она мега толстая. 1250 хп. Койл Нова вообще ничего не делает. В итоге прошел пол карты, чтобы уничтожить эту базу. А эту базу так и не тронул. Майкл, походу, поплыл немного. Да. Ну так вот пятая раса и играет, друзья. Чистая макро. В чем еще также феномен пятой расы. Ну, Муна имеется в виду. В том, что... Ну, Варкрафт это микроориентированная стратегия, дамы и господа. То есть, тут в первую очередь побеждает тот, кто хорошо армию управляет в бою. Но Мун, у которого не самый хороший микроконтроль. Он у него нормальный. У него, ну, сравнительно с профессионалами, у него нормальный микроконтроль. Я бы не называл его хорошим. Хотя он иногда может подрубить гадмод, но это редкость. Однако, он тащит за счет макро. За счет решений, за счет стратегии. И это круто. Это делает его уникальным. Забрал только что темную охотницу. Разваливается тут андет. ГГ пишет андет. И в итоге Мун побеждает в этом, безусловно, забавном, необычном матче. Мун хорош. Господа, Мун хорош. Старичок показывает класс. Майкл тоже долбой. Но все-таки, все-таки, вот что-то не идут у него катки, где нельзя брать жука. С жуком он, конечно, куда сильнее. Ну, жук против эльфов просто не работает. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо. И удачи.